всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы поговорить о довольно интересной особенности взаимодействия с шинами и аукс на которых у нас установлена параллельная обработка в лоджике часто задают вопросы связи с этим кто-то путается связи с этим кто-то считает что шина бас и соответственно аукс это одно и то же но это не совсем так точнее это не так я более подробно об этом говорю провинтом курсе по лоджик про в восьмой части посвященный микшеру там я прям подробно рассказываю про маршрутизацию но здесь я просто хотел бы сфокусироваться на этой особенности возможно кому-то он будет полезно в практическом применении потому что действительно эта фича лоджиковская она позволяет скажем так разбавить с некоторыми экспериментами нашу работу я сейчас покажу каким образом и так чтобы просто напомнить шина это по сути баз доктор у нас есть это по сути просто провода которых у нас здесь 256 штук это просто провода ну представляете как просто провод джек-джек допустим или xlr xlr которым вы просто подключаете одно к другому то есть вот у вас есть ваши дорожки они созданы в данном случае у меня три аудио дорожки они сразу у меня автоматически идут на стерео выход но я могу взять какие-то дополнительные провода в данном случае это есть шины и просто в какой-то момент сигнала вставить этот провод куда-то например я могу в секцию output ставить и направить на какой-то провод например на bass 1 на провод его давайте это сделаем вот я отправляю вот эту дорожку и вот у меня автоматически но лоджик так делает просто чтобы вас звук не шел в никуда в вакуум до в некоторый вас сразу с другого конца провод подключается тоже куда-то и по умолчанию это аукс и поэтому связывают с этим связано вот эта путаница что многие считают что аукс это есть бас то есть одно и то же но по сути нет аукс это тот канал которому подключается другой конец провода ну или баса то есть я вот ну все говорят шина-шина но проще все-таки это в голове держать как некий провод то есть вот прям уже даже здесь такую линию воображаем и нарисовать что у нас теперь вот этот вот эта дорожка наша первая она подключена вот к этой вот аукс шине и уже с этой шины у нас звук пойдет на соответственно стерео выход это называется последовательная обработка если я отменю это то сейчас у меня это связи связи нет мы видим что провод продолжает быть с одной стороны подключен к вот этому ауксу но с другой стороны он никуда не подключен я могу его взять и подключить например сюда вот и лоджик здесь стать нам очень любезно показывает что у нас уже другой конец этого провода куда-то вставлен то есть данном случае в аукс 1 я беру бас 1 и теперь у меня это параллельная обработка то есть я могу в копию сигнал с вот этой с этой дорожки с аудио дорожки отправить на вот эту аукс шину ну тем кто смотрел продвинутый курс здесь ничего нового нет все это и так знают ну и те кто давно пользуется лоджиком или даже другими секвенсерами примерно понимает как это работает просто я решил напомнить с каждым обновлением секвенсор logic pro обрастает все большим количеством функций меню и инструментов а вы до сих пор не можете понять как это все выучить и самое главное как использовать на практике никаких проблем перед вами максимально подробный видеокурс состоящий из 12 частей в котором в мельчайших деталях разобраны все возможности секвенсера logic pro в теории и на практике каждая часть продвинутого курса logic pro это отдельный мини курс посвященный тому или иному разделу или редактору внутри секвенсера поэтому можно смотреть в любом удобном порядке а после просмотра всех частей курса вы сможете считать себя самым продвинутым пользователем logic pro а процесс работы с музыкой станет гораздо быстрее насыщеннее и увлекательнее не откладывая обучение на потом начни прямо сейчас серия курсов также доступна для подписчиков на boost и так вот в чем же прикол соответственно использование вот этих ауксов и вот этих шин а прикол в том что мы можем вот этот провод по сути раздвоить расстроить и так далее то есть я могу создать новые auction это делается очень легко вот здесь нажимаем options и у нас есть такой вот параметр create new auxiliary channel strip или control n то есть вот у нас создается новый аукс он по умолчанию выключены мы видим что на вход у него просто стоит input 12 то есть я могу этих шин несколько создать но в чем интересная особенность что опять же напоминаю аукс не имеет никакого отношения к басу то есть это абсолютно независимые элементы внутри лоджика соответственно я могу на вход вот этих вот созданных четырех ауксов также назначить вас 1 и таким образом у меня вот это вот этот сигнал может идти сразу на вот эти пять ауксов сейчас я их выключу просто чтобы не перегружать звук и покажу вам я включу отображение в режиме пример чтобы мы видели точнее при фейдер чтобы мы видели уровни вне зависимости от положения фейдера и вот мы послушаем то есть вот у нас играют барабаны и как только я начинаю делать посыл с первой с этого первого посыла на первую шину точнее на по первому проводу скажем так мы видим что на всех пяти ауксах появляется копия сигнал то есть по сути одним вот этим колесиком мы сразу создаем пять одинаковых копий вот этого нашего сигнала барабанов и таким образом для чего это может быть полезно я например могу сюда поставить пять разных компрессоров или там с разными настройками один и тот же компрессор и просто смотреть что мне больше подходит то есть давайте просто для быстрого примера поставлю сюда допустим waves 76 а сюда допустим поставлю тот же у адовский например компрессор тоже 76 допустим и вот мы их можем сравнить там сделать какие-то настройки сейчас так просто наобум сделаю поставлю в ноль посыл вот сейчас мы слышим только исходный звук но давайте я например сейчас в соло включу эту первую шину вот я сейчас поочередно переключал между двумя по сути вот этими компрессорами и таким образом слушал разницу в их работе то есть это как первый вариант то есть я вот послушал как у меня в параллели работает оба компрессора и что мне больше подходит то есть его солируя опять же напомню нажимаю option и кликаю на соло чтобы засолировать только конкретный канал это очень удобно в ложике реализованность вы не знали пользуйтесь этим то есть могу таким образом работать а могу также например подмешать компрессию в равных каких-то долях к сухому сигналу то есть вот у меня есть барабаны сухие я сперва подмешиваю waves и потом например вот и все это у меня правляется одной шины то есть если мне хочется сделать поменьше сюда посыл по уровню чтобы вот здесь не клиповала например то я могу здесь это сделать то есть очень удобно то же самое можно сделать с реверберации то есть вот давайте вот у нас есть еще три аукса не задействован давайте назначим их на вторую шину с одной стороны вот и вот у нас есть здесь такой инструмент и вот я возьму и на вторую шину отправлю копию этого сигнала и здесь мы поставим сейчас какой-нибудь спейс дизайнер тот же самый и выберем просто рандомные какие-нибудь разные пресеты здесь такой здесь мы сделаем какой-нибудь большой и на последнем сделаем еще какой-нибудь допустим и я могу сейчас также прослушать каждый из них это первый ревер это второй а это 3 и соответственно опять же также могу подмешивать их пропорции то есть таким образом у нас есть несколько ауксов и при этом мы задействовали только две шины да со временем это может начать вводить путаницу но если пользоваться этим вдумчиво и вы понимаете для чего вы это делаете то я уверен такая вот фича такая возможность вам пригодится то есть это конечно же такой более продвинутый экспериментальный уровень это не нужно использовать в каждом миксе и в каждой работе но просто имейте ввиду что такая возможность есть то есть для каких-то например подмешивание плагинов нескольких разных модуляций то есть чтобы например здесь не забивать шины там не сэнда например там не делал чтобы у вас каждой дорожке там по 10 сэндов был вы можете делать один сэнд и сделать комплексную какую-то последовательную обработку при этом напоминаю что на точнее параллельную обработку напоминаю что на параллельной обработке мы можем еще также как отдельно там фильтровать вот эти копии сигналов то есть как-то после эффекта или до эффекта Ну, то есть, очень большое количество возможностей открывается, при этом мы маршрутизацию сильно не усложняем, то есть, мы используем только вот здесь две шины, но при этом у нас аж целых пять AUX используются для различных целей. Ну что ж, вот такое получилось видео, надеюсь, оно вам пригодится, напишите в комментариях, знали ли вы об этой функции или не знали, все ли понятно, еще раз напоминаю, что не путайте AUX с шинами, это не совсем одно и то же, хотя в простонародье, скажем так, именно AUX с шинами и называются, то есть, драм-шина, там, шина с ревером и так далее, все так и говорят, но это идет еще с аналоговых микшеров, с других секвенсоров, но в лоджике все-таки бас, а именно бас и переводится как шина на русский язык, все-таки это не совсем та самая шина, про которую все говорят, это скорее провода, провода, которыми мы подключаем элементы между собой, и как вы поняли, эти провода абсолютно независимы, то есть, они, вы можете просто подключить одно вот, куда подключается, туда вы и можете подключить, то есть, хотите в сэнды, хотите в output, хотите там в сайдчейны, где они есть, то есть, ну, то есть, везде все это можно использовать, но просто, чтобы это понять, проще воспринимать бас именно как провода, а уже AUX, как вот те самые AUX-шины, на которых у нас стоит либо параллельная обработка, либо последовательная, если мы на этот AUX отправляем там напрямую, да, через output с дорожкой, то есть, вот таким образом следует относиться к шинам, напоминаю, что в продвинутом курсе все эти нюансы маршрутизации и работы вообще микшера у меня раскрыты, поэтому, если не смотрели, обязательно посмотрите, ну, и оставайтесь на связи, подписывайтесь на канал Logic Pro Help, задавайте свои вопросы в нашем Telegram-чате, если вы еще не там, ссылка будет в описании под видео, чтобы туда вступить, мы там обмениваемся опытом, разными новостями, по Logic'у и не только, если у вас какие-то возникают вопросы, обязательно пишите туда, я всегда там на связи, всегда читаю, и самые интересные вопросы, я, ответы на них я записываю вот в рамках таких видео на YouTube. Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, всем пока!